Бендеры У озера по-прежнему отдыхают люди. Тенистые аллеи, уличные тренажеры. Но все это не рядом с водой. От озера резкий запах. Только самые смелые рискуют окунуться. В ужасном состоянии. По-моему, это даже опасно там купаться. Вид красивый. Озеро почистить и будет еще лучше. Здесь может купаться только моя собака. И то я не хочу позволять ей здесь купаться. Появилось здесь озеро в конце 80-х. На те же годы пришелся его рассвет. Место выбирали по уму. В новый водоем стала стекать родниковая вода. Проточное течение вымывало всю грязь. Но сейчас зарос и канал. В кадре, наверное, сейчас не видно. Да, на самом деле и в жизни не очень видно. Но мы идем параллельно к каналу, вода из которого впадает прямо в озеро. Это родниковая вода. Источник находится немножко выше. По сути, она должна быть кристально чистой. Но из-за мусора и зарослей в озеро стекает уже грязная и мутная вода. Вернуть людей к озеру и организовать отдых у воды. Такая задача у города. Первый шаг – прочистить источник и канал, по которому поступает вода к озеру. Его протяженность более 300 метров. Вот здесь мы даже можем видеть ткань какую-то. Да, вот посмотрите, сколько мусора в этом канале, в это русло попадает. Сейчас вода может пройти через мусор? Она проходит очень тяжело. Она очень тяжело и очень загрязняется. Очень много грязи здесь. До конца года канал обещают расчистить. Затем очередь и за самим озером. Работы много. Осушить, расчистить дно, убрать камыш и снова заполнить. Только на этот раз родниковой водой. Лет 10 назад расчистку проводили, только вот чистоту не поддерживали. Возможно, в этот раз чистая вода в озере продержится дольше.